Вот уже пару дней слышны громкие, очень громкие, отчетливо слышны разрывы, это рвутся и ломаются шаблоны в головах, потому что появилась информация, которую сначала восприняли как невозможный фейк, о том, что Рената Ахметова и Юрия Бойко, главу оппозиционного блока, могут назначить на временно оккупированные Россией территории, управлять этими территориями, отдельными районами Донецкой и Луганских областей. Так это звучит, и мол, на нашего любимого президента давят, как будто бы Штаты давят, и говорят даже, что если не будет этих назначений, то уберут те самые санкции с Россией. А мы все понимаем, что только благодаря санкциям Украина может развиваться, только благодаря санкциям по отношению к России Украина может наконец-то стать европейским государством. В общем, новость была воспринята как фейк, но это оказался не фейк. Ренат Ахметов готов на все, чтобы остановить войну. Написано в газете «Сегодня», в газете «Сегодня», которая, как мне известно, принадлежит Ренату Ахметову. Ну, круче всех высказался на этот счет Тука, пока что еще губернатор Луганской области. Он просто не понял, что Ахметова собираются назначить туда, на другую сторону. Но мне понравилось то, что он сказал. Если рассматривать вопросы их призначения замест меня и Павла Жибривского на украинскую территорию, то я категорично против. Ну, глупо было бы, да. В общем, я не знаю, кто там продавил. И вполне возможно таки, и я склоняюсь к мысли, что на самом деле это своего рода ультиматум Порошенко, который ставят, как говорят, наши западные партнеры. Но, с другой стороны, мне стало интересно мнение все-таки людей, которые живут на вот тех вот неконтролируемых Киевом территориях. И всем известно мое уважительное отношение, очень уважительное отношение к Ренату Леонидовичу, что, конечно же, не помешало мне провести опрос среди людей, как они относятся к возможному его назначению вот туда вот. Я к этому отношусь не очень-то хорошо, потому что Ахметов сбежал отсюда. Он предатель. Зачем? И придет на все готовое. Не надо. Спасибо. Когда говорится, и мы уверены, что у нас все будет хорошо, и без Ахметова тоже. Спасибо ему большое за многое, что он, может быть, сделал. Ну, как говорится, назад дороги нет. И не хочется даже. Хочется, чтобы все было по-другому, лучше. С новыми людьми, с новыми лицами. Об этом надо думать. Не знаю, об этом даже не задумывайся. Не знаю, вполне возможно. Положительно. Пусть приходит. Пусть приходит, с удовольствием примем. Он наш. Он вообще наш. Как положительно или отрицательно? Я еще не думал, он один вопрос. Он не готов. Ну, все возможно в нашем мире. Но насколько это хорошо или плохо? Время покажет. Будет, значит, будет. Не знаю, есть правительство. Республики, наверное, будут решаться. Олосовывать, скорее всего. Поэтому, извините, не готовы. А на земле все хорошо? Нормально, параллельно. Главное, чтобы был мир. Если было в порядке. А, мы считаем отрицательно. Потому что человек, который обещал быть на баррикадах, вот здесь он как раз сообщал об этом, и все руководство города тоже обещало, никого на баррикадах не оказалось. Оказывает помощь. Хорошо, слава Богу, помогает. Но все-таки не солидно. Есть более достойные люди. На это. На это? Ну, вот я же и сказал. На этой территории. Мы его не хотим видеть. А на той территории? А на той территории Рената же мало волнуюсь. Да, но здесь, конечно, мы... Надо было на баррикады выходить. Ренаток не этого. Зачищать ворота. Вряд ли. Вряд ли. Ведь было сказано, Захарченко, что у нас не будет этих товарищей, богатеев. Помогает так. Он же и вывозит отсюда добра много. Он же прибыль получает. Он молодец, что помогает. Молодец. Хвала. Дай Бог ему здоровья. Если бы не он, Многие пенсионеры. Уже можно отвечать, да? Мы, конечно, уважаем Рената Ахметова, так как он президент нашего любимого клуба. Мы футболисты. Но, честно, сейчас не хотим этого, так как столько времени у нас тяжелого было, его здесь не было. То есть, есть люди, которые все здесь уже пережили. Ну, не знаю, он так нам помогает. Ну, я тоже такого мнения. Я против Рената Ахметова никаких претензий не имею. Во-первых. Ну, дело в том, что он же шеремонты здесь делал, и Донбасс-арену какую отстроил, и все. Если это возможно, мы к нему... Претензии, правда. Ну, это самое. Он нам симпатичен, как он наш, он отсюда. Ну, только чтобы... Как бы... Чтобы он... Как бы это объяснить словами теми, что он остался бы нашим родным человеком, а не симпатизировал украинским властям и остальным им подопечным. О-о-о-о! Метов. На самом деле было бы интересно, но... Я как понимаю, не народу решать. Ну да. Да, может быть. Так что... Ну, может быть, будут места рабочие. Много. Ну, в общем-то, это, наверное, и... Да, если будут рабочие места, будет, в принципе, замечательно. Метов очень сделал много для города. Красота и все остальное, поэтому... Ну, потому что я так хожу постоянно. Это... Это нормальная новая жизнь для меня. Ну, что так... Ну, пустили, мы просто убежали. Спасибо. Понятно. Я уже не задумывался об этом. Я думаю, не надо. Он все-таки хочет сидеть на двух стылях, поэтому... Лахерова. Восемь с мнением моего коллеги классная полная свесла с нашим другом. Я считаю, что сейчас есть вещи, по-моему, поважнее, которыми должен, как обещал Ахметов, заняться. Он говорил, что когда там все, война закончится, он там говорил, что он отстроит все вот эти разрушенные объекты, всю инфраструктуру, пусть сначала этим займется, а тогда потом он будет о чем-то говорить. Молодец. Спасибо. А он не возглавляет сейчас. Мне кажется, по-моему, это одна здесь съема, или что, у нас что-то меняется, или что-то у нас... У нас, по-моему, все одно и то же, как было, как и есть. Только единственное, что разные, какие-то границы появились, и появилась какая-то, ну, скажем, какая-то замкнутая пространство. А так все, по-моему, бизнес такой же, тем же людям принадлежит. Можно по-разному смотреть, если, скажем так, все время ходить и ложить голову, говорить, что мы такие несчастные, то можно так жить до конца жизни. А если все-таки, скажем, верить в себя, какие-то поступки совершать, делать какие-то вещи, пусть даже сложная ситуация, у нас это делать, по-моему, сумеет здесь. А что у вас вопрос такой странный? Почему такие вопросы? Честно, положительные. А с октябрьского? Школы строят, стадионы строят, город выбирают, почему нет? Не надо только нас снимать, ладно? Я не интересуюсь ни политикой, ни... Для меня это имя мало что говорит. Ну, молодец. Если справиться с теми трудностями, которые на нас упали, хорошо. Мы про политические... Мы на политические темы, не общаемся. Не может он никогда его возглавить. Так что это сказки, которые даже не стоит обсуждать. Все? Ну, кто же такого... Нет, нет, не должно быть. Это исключено. Такого не должно быть. Исключено? Совершенно. Ну, в принципе, хорошо, потому что ничего плохого 13-го Ахметова мы не получили, в принципе, только нам на расслуживание. В принципе, не знаю даже, не задумывался. Да никак. Спорно. Спорно. Навряд ли. Я думаю, что нет. Чисто по-человечески, наверное, нет. Ну, вряд ли. На возглаве. Я тоже думала, вряд ли. Без комментариев. Илья. А зачем мы его вздавать, если вот у нас есть... Сейчас, ну, как бы это главнокомандующий всей ДНР, который ее создал. А они как бы считают, он дебил. Я нейтрален в политике. Наронять вечер, не знаю. Помогает, спасибо. А как он? Не могу сказать, не скажи. Положить. Именно непоконтрольные соревнования в Мировоззлайер нормальная ситуация будет. СТУМ СТУМ СТУМ